Перескажу содержание этого видео за минуту. В турецком законодательстве об оружии по сравнению с российским что-то лучше, а что-то хуже. Начнем с того, что хуже. Запрет на нарезные полуавтоматические винтовки, даже на ПСС. Мало импортного оружия. А нарезные патроны дорогие. На всю 80-миллионную страну есть только два розничных магазина, которые вправе продавать нарезные стволы. Есть ограничения на транспортировку нарезного оружия даже для пристрелки. Для покупки короткоствола требуется специальное основание. Действует ограничение на 6 единиц оружия. Запрещено снаряжение нарезных патронов. Есть негласный имущественный ценз на нарезное. Теперь о том, что лучше, чем у нас. Можно стрелять почти везде на природе, что избавляет от необходимости стрельбищ. Тем более, что природа бесплатная, в отличие от галерей. Очень просто купить ружье с минимумом расходов и формальностей. Короткоствол легализован и для владения, и для ношения. При наличии специального основания его можно приобрести и носить для самообороны. Бывшие силовики могут покупать нарезное оружие и, в частности, пистолеты без сложностей и не уплачивая дорогостоящих налогов на владение. Передача оружия другим лицам разрешена. Гладкоствольное оружие дешевое и имеется колоссальный ассортимент моделей. Нет ограничений на вместимость магазинов для гладкого. Закон не требует обучения на обращение с оружием. За нарушения, связанные с обращением оружия, очень мягкие санкции. Два последних пункта можно рассматривать и как достоинство и как недостаток. Кто спешил, может идти заниматься своими делами. А для остальных расскажу обо всем об этом только подробнее и с картинками. Почему пчеловодам в Турции разрешают купить пистолет? Это вопрос. Кто-то в комментариях предположил, что для того, чтобы отстреливаться от пчел. Кто-то шутил, чтобы заставлять их доиться больше. Любишь медок? Люби холодок. У меня лично особые счеты с пчелами и осами. Но даже я бы от них отстреливаться не стал. Сегодня я расскажу, зачем на самом деле пистолет на пасеке. Какие животные в Турции по-настоящему опасны. Про криминальные районы города и про то, почему государство там считает, что 30-зарядное ружье не опасно и купить его может каждый. И почему однозарядная мелкашка оказалась вдруг опаснее мощного дробовика. Но прежде. Кто здесь вправе купить оружие? Тут все просто. Это гражданин Турции, достигший 21 года, у которого нет судимости. При этом у него должны отсутствовать медицинские противопоказания. Лицензия выдается на 5 лет. Иностранцы вправе стрелять из оружия, но владеть им не имеют права. Есть три типа лицензий. Первое, это на гладкоствольное оружие. Оно получается очень просто. И самое сложное во всей процедуре, это не заполнение бланков и заявления, да? Самое сложное, это получить справку о здоровье. Но не в этом случае. Здесь существует институт так называемого домашнего доктора. Человек, который вас постоянно обслуживает. И вот у него справку получить, это пустая формальность на самом деле. Пришли, получили, приложили. Разумеется, гладкоствольное оружие продается в оружейных магазинах. Но, что для нас необычно, его можно купить прямо непосредственно на производстве. Как говорится, с пылу с жару. Также допускается отправка оружия почтой. Каждый гражданин вправе иметь 6 ружей. Все документы подаются в местную полицию. Через две недели человек получает цифровой код, с которым он идет в магазин. У продавцов в базе уже есть данные о том, что тот вправе купить оружие. Дальше, после покупки, в течение 30 дней нужно зарегистрировать ствол в отделении полиции, уплатив госпошлину в размере 150 лир. По курсу на наши это 500 рублей. Владельцу выдается пластиковая карточка, в которую вносятся сразу все стволы. Что удобнее, чем таскать с собой кучу разных отдельных карточек на каждую единицу. Хранение допускается дома, а транспортировка в разряженном состоянии и в кейсе. Что касается ограничения на вместимость магазинов, то тут турки придумали по-своему. Такого я не встречал еще нигде. В общем, с одной стороны, никаких ограничений нет. И вы можете иметь магазин хоть на 20, хоть на 50, хоть на 100 патронов. Но при этом, если вы собираетесь идти на охоту, то магазин может вмещать не более, чем 2 плюс 1. То есть 2 в магазине и 1 в патронике. Что касается тиров и стрельбищ, то здесь произошел настоящий прорыв. Поскольку, если несколько лет назад, 7-8 лет назад не было вообще никаких, 5 лет назад появились первые тиры в Стамбуле и в Анкаре по одной штуке, то теперь тиры есть в каждом городе иногда по нескольку штук. Эти тиры пока еще не похожи на объект, конечно, или на импульс. Такие маленькие узкие тиры. Но, тем не менее, они уже появляются. Это хороший знак. И они становятся все больше по размеру и более оборудованы. Что еще интересно, вопрос о стрельбищах. Стрельбищ здесь почти нет. Я знаю только парочку. И то они отдалены от населенных пунктов, хотя доступны для граждан. При этом раньше, если хотели пострелять из нарезного на дальнюю дистанцию, стреляли на стрельбищах, принадлежащих либо Министерству обороны, либо другим силовикам. Да, сегодня же вопрос о стрельбищах, например, в России стоит остро, поскольку у нас прямо запрещено стрелять в неотведенных для этого местах. Но здесь стрелять в неотведенных местах невозможно, потому что все места, кроме населенных пунктов, можно считать отведенными. Здесь можно выехать в лесок, на полянку или в горы, и там спокойно себе стрелять. Стрелять можно везде, поэтому и вопрос со стрельбищами не стоит так остро. Да, соревнования проводить особо негде и в лесу жив проводить. А вот по поводу того, чтобы самому пострелять, клинкингом позаниматься или пристрелять свое оружие, это пожалуйста. Какая же дистанция или какое направление, какие параметры правильные, а какие неправильные. Но, как мне сказала местная полиция, таких параметров нет. Это должно быть понятно и разумно. То есть там есть населенный пункт, не надо туда стрелять, стрелять в другую сторону. Поэтому в Турции пистолетов условно мало, а вот ружей полным-полно. И, кстати говоря, в нелегальном пользовании тоже полно ружей. Особенно в всяких деревнях, у пастухов и так далее. Они, может быть, даже и не знают, что там какая-то лицензия нужна. Исторически сложилось. Здесь кабаны опасные бегают и всякие волки. Так что да, с ружьями здесь все легко. Таким образом, покупка ружья в Турции – это очень простая и недорогая процедура. Вероятно, одна из самых простых в мире. Что, как следствие, привело к тому, что гладкоствол здесь есть у миллионов людей. Но совсем другое дело – это получение лицензии на нарезное оружие. И здесь она очень сложная. Во-первых, вам нельзя пользоваться услугами домашнего доктора. Вам придется обращаться в государственную поликлинику, назову ее так, в которой вам нужно пройти всех докторов. Исследования эти занимают около трех дней. И самое сложное – это у психиатра. Вы отвечаете на, по-моему, 600 вопросов, которые так или иначе одни и те же темы затрагивают, но с разных сторон. И по результатам обследования вы получите справку. Вместе с тем вы должны получить документы из налоговой о том, что у вас нет вообще никаких задолженностей перед государством. Все штрафы уплачены, все сборы выплачены и так далее. Потом вам нужно сдать охот-минимум и вступить в местное охотничье сообщество, охотничий клуб. И там тоже нужно 50 вопросов ответить, так же, как, в принципе, и у нас. Да, но когда я получал охотничий билет, это было очень формально. Сейчас, может быть, это как-то изменилось. Но, тем не менее, здесь еще одну справку, еще одни экзамены проходишь. Одно дело – гладкоствольное оружие, а совсем другое дело – это оружие нарезное. Для того, чтобы его купить, нужно поехать либо в Анкару, где я сейчас нахожусь, либо в Стамбул. В первую очередь нужно сказать, что в Турции ограничен доступ к нарезному оружию в том смысле, что здесь в гражданском обороте запрещен полуавтоматический нарезной длинноствол. То есть разрешены болтовые винтовки, а с ними так называемый стрейт-пул. Это те же яйца, только в профиль. И также нарезное с рычажным перезаряжанием, ну или так называемый левер. Короче, разрешено то оружие, из которого можно стрелять вроде как только медленно. Ну, предположим, такое оружие можно приобретать не с 21, а с 22 лет. То есть тут нет никаких пяти лет ожидания стажа, как у нас в России. И это кажется логичным. А вот в чем логика нашего так называемого пятилетнего стажа, я не знаю. Должна быть какая-то логика. Если вы знаете, в чем именно эффективность такой меры, то, пожалуйста, расскажите об этом в комментариях. Обсудим. И вот такая вот история повсюду. Так что это, наверное, побочные эффекты свободного владения оружием. И вообще термин свободное владение оружием несколько скомпрометирован. Я, например, не считаю, что свободное владение оружием должно иметь место. Владение оружием должно иметь место. Но насколько оно свободное, большой вопрос. Потому что чем бы мы ни занимались, контроль нам не помешает. Разумный, нормальный контроль. Кстати, вот здесь мы видим пулевые отверстия. Сможете угадать, это входные или выходные отверстия? И какой калибр? Вот вам для сравнения ладонь. Гладкий ствол здесь продается рядом с футболками и чайниками. Некоторые магазины находятся прямо на рынке. Ружья висят на веревочках, как сушеные грибы. Или лежат кучей на прилавке. Словно это не оружие вовсе, а какие-то хостовары. Кстати, пусть вас не смущает это, в кавычках, винтовка М4. Это стилизованное ружье 410-го калибра. Патроны тут тоже лежат открыто. Так что можно их взять и попробовать на зуб. Насколько они спелые. Думаю, что и поторговаться можно вполне. Но вот с нарезным у них совершенно другая история. Если вы хотите купить нарезное оружие, то вам нужно будет обратиться только в два магазина во всей стране. Представьте, 88-85 миллионов парадного оценивают жителей Турции. И у вас всего два магазина, в которых можно купить нарезное оружие. Это вызывает определенные последствия, о которых я сейчас расскажу. Один магазин находится в Стамбуле, а второй магазин находится в Анкаре. И все нарезное оружие вы можете покупать только там. Будь то местного производства или иностранного производства. С иностранной вообще интересная история. Когда вы хотите купить себе какую-нибудь садку, и когда оружие поступает, например, раз в три месяца оно поступило, оно разбирается все за один день. Но поскольку уже спидки составлены и все покупатели известны, естественно, вы будете переплачивать. Но тут мы подходим к еще одному вопросу. Так называемый имущественный ценз. Этот имущественный ценз, естественно, не декларируется, но по факту он имеет место быть. Поскольку содержание оружия нарезного – это уже другая история. Это дороже. И это позволить себе может далеко не каждый. Вам нужно еще заплатить 1000 долларов за каждую лицензию. Если за оружейную лицензию первого уровня вы платите всего лишь несколько сотен лир, это буквально, не знаю, 500 рублей максимум, меньше это, то здесь за каждую лицензию вам надо будет заплатить 1000 долларов. То есть 6 единиц купили, 6000 долларов заплатили. Продлеваете – еще 6000 долларов заплатили. По местным меркам это большие суммы, поскольку зарплаты здесь невеликие. Какой-нибудь чабан из деревни, естественно, не сможет себе приобрести подобного оружия. Ну и третий вид лицензии – это лицензия на пистолет, на ношение и хранение. Самая сложная лицензия повторяет те же требования, которые к нарезному оружию длинноствольному, но для этого вы должны еще иметь специальное основание. Специальное основание могут получить те, кто постоянно перевозит большие суммы или, например, бриллианты, ювелиры, которые возят с собой в чемодане или в сейфе какие-то драгоценные камни или золото или что-то подобное. Те, которые потенциально могут стать жертвами нападения или разбоя. Вот они имеют право приобрести пистолет и носить с собой скрытно. Ну и самые любопытные категории – это те, которые связаны с нападением диких животных. И один из таких видов деятельности – это пчеловодство. То есть пасечники, которые в горах имеют пасеку, которым нужно туда ездить. Вокруг никого нет, они могут подвергнуться нападению волков, которые здесь есть, кабанов. Учтите, кабаны – это опасное животное с плыками, которое может легко убить человека. Это не какая-то свинюшка поросенок. Кабан – это опасное животное. Здесь в степях водится много диких животных, начиная от волков, кабанов, заканчивая медведями ближе к горам. Так что это вполне реальная возможность встретить здесь животное. И в Турции, и по всему миру кабаны постоянно нападают на людей, и далеко не только на охотников. По статистике, кабаны убивают и калечат людей в несколько раз, чаще, чем акулы. Животные в поисках пищи, заходят на сельхоз территории, могут быть и на дороге, и в населенных пунктах. Кабан – зверь агрессивный, физически очень сильный и выносливый. Вдобавок к этому, самцы имеют мощные клыки, которыми наносят режущие удары снизу вверх. Имели место случаи, когда кабаны насмерть задирали крестьян и пастухов. Если пасека находится вдалеке от дома, и к ней требуется проделать длинный путь, через лес или через степь, то и шанс встретить кабана оказывается вполне реальным. И пистолет при такой встрече не помешает. Ружье, конечно, было бы эффективней, но крестьянину постоянно таскать с собой большое ружье несподручно. Ведь он не охотник, не выживальщик, ему работать надо. Поэтому небольшой пистолет тоже сгодится. Каждый из вас в ютюбе может посмотреть примеры того, что и пистолет – довольно эффективное средство против крупного зверя. Отрадно, что государство не имеет фобии насчет владения пистолетом обычным человеком. Конечно, в Турции нужно подтвердить, что тебе пистолет действительно нужен и имеют место отказы. Тем не менее, у совершенно обычных людей в Турции довольно много пистолетов. А вот в нашей стране относительно короткоствольного оружия существует натуральное табу. Словно этот вид оружия рассматривается не как просто пистолет, а как предмет престижа и положения. Короче, в Турции пистолеты иметь можно, но сложно. Сложнее гораздо, чем в Грузии. Кстати, можете посмотреть ролик о владении пистолетами в Грузии. Там это делать достаточно легко. Уровень преступности в Турции в целом достаточно высокий. К сожалению, практически все крупные города Турции имеют криминальные районы. И за значительную часть преступности отвечают мигранты. Чаще всего из Сирии. Турция приняла более трех миллионов сирийцев после начала войны. И рост преступности многие местные связывают именно с ними. Согласно данным Википедии, уровень насильственной преступности в стране схож с такими государствами, как Россия, Ангола, Нигер, Сомали и Чили. Но вся эта статистика ненадежна, так как в разных странах разный уровень латентной преступности. Вместе с тем, статистика порой искажается намеренно государственными органами в политических целях. Поэтому я не сильно верю публичным статистическим данным. Но, учитывая, что мне довелось побывать в очень многих странах, от США, Франции, Италии, Германии, до Мексики, Кубы, Филиппин, Индии и Малайзии, я на уровне личного опыта могу судить о реальном уровне преступности. Я долго жил и в Европе, и несколько лет в Средней Азии, и довольно долго в Таиланде. По привычкам людей гулять ночью, отпускать детей от них или нет, по наличию заборов или решеток на окнах и многим другим показателям, я составляю свое личное представление о преступности на месте. И вообще, личный опыт не стоит недооценивать. Вот, например, рассказ моего товарища Ярослава. В Таиланде есть район, который называется Теджи. Достаточно криминальный район. Многие могут подумать, что он криминальный из-за того, что там очень много русских. На самом деле все не так. Турецкие люди, когда выбивают, начинают очень сильно спорить. Дискуссия доходит до того, что у них не остается слов. И они плавно переходят в стрельбу друг друга. Поэтому в районе Теджи достаточно часто стреляют. Будьте осторожны. К спецкатегориям относятся профессии с риском нападения диких животных. Это вы поняли. Ожидаемо к специальной категории, имеющей право на покупку пистолетов, относятся либо действующие силовики, либо бывшие сотрудники правоохранительных органов. Что для них очень здорово, потому что не обязаны платить дорогостоящий налог. Кстати, здесь есть аналог наших ЧОПов, Гювенлик. И эти турецкие ЧОПовцы, а попросту охранники, сторожа, вахтеры, вот они повсеместно в рамках своей работы носят пистолеты. Что сильно их отличает от коллег из России. А еще почему-то доктора тоже спецкатегория. Почему именно им можно пистолеты, я не понял. Если у вас есть догадки, то напишите. Итак, если у вас есть пистолетная лицензия без права на ношение, то тогда даже чтобы поехать в ТИР, вам потребуется получить разовое разрешение из полиции. Если с правом ношения, то ношение должно быть скрытным. Пистолет на предохранители и без патронов в патроннике. Знакомая история. Обучение на базовое знание правил безопасности и требованиям по обращению с оружием не предусмотрено. Нет обучения. С одной стороны, конечно, не нужно тратить деньги, и это неплохо. И поэтому нету потенциально коррупционного элемента в системе. Но, с другой стороны, отсутствие обучения я считаю недостатком. Во-первых, в интересах самих же граждан понимать элементарные правила безопасности обращения с оружием. А в Турции культура безопасного обращения на низком уровне. А если учесть, что стрелковый спорт здесь практически отсутствует, то получить необходимые навыки негде. А что касается коррупционной составляющей обучения, то эта проблема в целом уже решена во многих странах с помощью технических средств. Например, раньше при сдаче экзаменов процедуру могли заменить взяткой. Но сегодня сами сотрудники автошкол говорят, что не имеют отношения к сдаче экзамена и ничем помочь не могут. Экзамен сдается онлайн путем тестирования и с видеоконтролем. Короче, было бы желание, с коррупцией разобрались бы. Взять хотя бы Россию, где в 2000-х, 10-х годах взятки на дорогах были обычной практикой. И охотники с радарами сидели в кустах. Кто-то говорил, что невозможно это победить, так как заложено в генах, в менталитете и прочая хуйня. Но после того, как везде повесили камеры контроля скорости, то в обратной прогрессии уменьшились и взятки на дорогах. Снаряжение патронов. Для гладкого ствола разрешено, а для нарезного релодинг запрещен. Про ограничения на емкость магазина я уже говорил. Добавлю, что для пистолетов ограничения есть. 18 патронов в магазине и не больше. Кстати, несмотря на то, что гражданским нельзя при ношении носить патрон в патронике, а силовикам это разрешено. Может показаться, что это дискриминация, но и их можно понять. Учитывая низкий уровень основ безопасного обращения с оружием, если у вас патрон в патронике, то порой вы можете причинить больше вреда самому себе. Минимальная длина ствола. Для длинноствольного оружия 47 сантиметров. Почему-то вот такая неровная цифра. Но тут и ограничение скоростного режима тоже неровная цифра, как в других странах. Например, 70, 90, 80 здесь не 80 км в час, а почему-то 82 км в час. Восток, дело тонкое. Наверняка многим интересно узнать, разрешен ли тюнинг. Да, разрешен, но есть исключения. Опять же, с ружьями меняй все, что тебе придет в голову. Полная свобода. А вот с нарезным выделяют так называемые баллистические части. Это аналог не столько даже основным частям в нашем законе, сколько криминалистическому понятию следообразующие части. Ударники, выбрасыватели, стволы, затворы. Самому менять нельзя, чинить нельзя. Только ехать в полицию и сдавать им, и получать разрешение на покупку новой запчасти. При этом, никакого контрольного стрела здесь нет. Поэтому, как полиция поймет, менялись ли части или нет, непонятно. И с чем они будут сравнивать следы на гильзах, тоже непонятно. Угу, Восток. Понятное дело, что почти все это правило игнорируют. Но, тем не менее, такое ограничение имеет место. Оно же есть и для ремонта и замены УСМ для нарези. Хотя, сам УСМ не относится к следообразующим частям. Но тут, видимо, забота о том, чтобы не было переделок на полностью автоматический режим. Который тут, разумеется, тоже запрещен. Кроме некоторых ситуаций. Разрешены ли глушители? Нет, глушители запрещены. А с ними вместе и супрессоры, ДТК закрытого типа, банки, полые цилиндры с перегородками и насадки звукоснежалки. Все это тоже запрещено. А саундмодераторы и саундмодераторы тоже запрещены. Фух, теперь вы о турецких законах знаете больше, чем о российских. Ну и напоследок. Есть одна тема, интересная, конечно. О ней бы рассказать, или я бы с удовольствием посмотрел видео, где они расскажут. Это вопрос наградного оружия. У нас десятки тысяч владельцев наградного оружия. Но статистики такой мы не имеем доступной. Зашел на сайт и посмотрел, кто же у нас награжден оружием. Тем не менее, наградное оружие в большом количестве есть у наших сограждан. Причем я знаю несколько людей лично, у которых это наградное оружие есть. И они звезды эстрады, но не будем палить людей. И ходят разные байки, что такое разрешение можно купить. Оно стоит 300 тысяч долларов или 500 тысяч долларов. И нужно обратиться в армянское посольство или еще в какое-то посольство. Или иметь связь в Министерстве обороны. Я это не знаю. Но с удовольствием бы узнал и посмотрел видео. Так что, друзья, если вы об этом что-то знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok